Всем привет. Рад начать этот процесс летней практики и начинаю с того, чем я занимаюсь вот уже с 11 года. Это джаваскрипт, фронт-энд разработка и все вокруг этого. В рамках, да, я не удержался. Это, конечно же, Маяковский. Здесь заменены несколько слов буквально. Так что вперед трудоустраиваться. У вас есть огромный выбор, огромные возможности посмотреть в течение этой практики на набор технологий, выбрать то, чем заниматься и этим заниматься. Когда в 11 году я приходил, то таких возможностей не было, таких лекций не было, таких вводных курсов тоже не существовало. Все как-то иначе приходили к программированию, к IT. Готово? Итак, о чем расскажу? Расскажу, зачем я это делаю. Немножко о себе, про джаваскрипт, про статистики, пару примеров, заключения, вопросы и несколько смешных картинок. Итак, зачем я это все делаю? Во-первых, для того, чтобы для вас была возможность посмотреть и получить некое представление, о чем это? Джаваскрипт, фронтенд. В конкретно этой лекции технических деталей конкретно джаваскрипта и фронтенда будет мало. Я с другой стороны вам расскажу, о чем это. На примерах статистики в плане есть разные языки и разные компании, в том числе Stack Overflow, GitHub, какие-нибудь Headhunter проводят опросы и в результате этих опросов получается некий срез статистических людей, кто чем увлекается, кто чем занимается. Про это расскажу. Это, конечно, реклама джаваскрипта, потому что на данный момент из тех же статистик вытекает, что популярность растет, вакансии и количество растет и пока этот тренд сохраняется на протяжении 2013-2012 года. И пока не было такого падения серьезного. Поэтому у вас есть вполне хороший шанс и еще успеть на этот паровоз, последний вагон и попрограммировать на джаваскрипте, пока он не стал мейнстримом, грубо говоря. Отвечу на вопросы. Кстати говоря, кто был на моей прошлой лекции на прошлой неделе? Есть такие люди? Ага, хорошо. Вам специальное задание, вам нужно подумать над вопросами, потому что будет примерно то же самое. Я немножко изменил, немножко убрал, немножко добавил, но вообще будет значительно больше повторений, к сожалению или к счастью. Не знаю, может быть, мать учения, все дела, новые выводы. Итак, о себе. С 11 года в программировании я закончил физический факультет Воронежского государственного университета, магистр радиофизики. Есть кто с физфака здесь? Отлично, привет. В какой-то момент на физфаке было преобладание мужского коллектива, сейчас не знаю, что там происходит. Говорят, что там значительно больше девчонок сейчас на факультете. Я работал в рожа там достаточно много, там несколько лет в детских лагерях, в центре игровых технологий. И это интересный тоже опыт общения с людьми. Иногда на гитаре играю. Итак, JavaScript. Вам будет предложено в рамках этой летней практики немножко окунуться в это и попробовать на вкус вот эту вот капсулу. Но это не просто капсула. Внутри нее очень много всего содержится. Это часть, причем, наверное, малая часть тех слов, которые связаны каким-то образом с JavaScript. В процессе погружения в эту область вам, конечно, все это придется каким-то образом узнать, увидеть, попробовать и все такое. Стоит точно обратить внимание, что вот это вот разные две вещи. Это оградит вас от неких неловких ситуаций в будущем. JavaScript и Java — это две совершенно разных вещи, которые, в общем-то, это логика программирование, но созданы они совершенно для разного. И для другого. JavaScript в основном это клиентские части приложений, а Java — это backend, это серверная часть. И это не шутка. Сейчас я покажу. Ну, показывай тогда. Так вот, я вернусь. Итак, Stack Overflow — это один из известнейших в мире ресурсов, который посвящен вопросам в сфере IT и ответам в сфере IT. И вопрос звучал под ними. Какая разница между Java и JavaScript? И один из ответов, самый популярный и выбранный как верный — это Java и JavaScript, они похожи как машина и ковер примерно. Следующий ответ — 408 оценок. Один был, ну, это точно как игрушка, созданный для написания маленьких кусочков кода и традиционно используется не опытными программистами, а другой — просто скриптовый язык для браузеров. В общем, действительно такие вопросы задают, поэтому это актуально, и иногда это встречается. Ага, хорошо, спасибо. Итак, JavaScript. Если взять Википедию, зайти на Википедию, то будет написано вот это вот. Мультипарадигмный язык программирования поддерживает объектно-ориентированный, императивный, функциональный стиль и является реализацией языка ECMAScript. Используется как встроенный язык для программного доступа к объектам. Приложение наиболее широко распространено в браузерах как язык сценариев для придания интерактивности веб-страницам. Основные архитектурные черты — динамическая типизация, слабая типизация, автоматическое управление памятью, прототипное программирование, функциональный объект 1-й класс. И, пожалуй, что в основном это вся техническая часть, которая сегодня будет. Немножко вот здесь вот еще добавить. Про разницу на примере Java и JavaScript, например, обычно приложения существуют для пользователей, их делают и пользователь каким-то образом взаимодействует с этим приложением. И то, каким образом он взаимодействует, и где данные хранятся, какая логика, где спрятана, можно условно разделить приложение на две части. Это фронт-энд-часть и веб-часть. Огромная. Фронт-энд-часть на примере сайта. Это веб-страница. Вы можете зайти на веб-страницу, тот же ВКонтакт, тот же Facebook, вводить мышкой по странице, кликать на ссылки и видеть какую-нибудь анимацию, рекламу в том числе, общаться. И вот то, как вы взаимодействуете с этим сайтом, это и является фронт-энд-часть. А то, где данные хранятся, как хранятся, какими структурами они хранятся, и потом фронт-энд обращается к этой серверной части большой, получает данные и уже обрабатывает их здесь. Но вся логика такая тяжеловесная, которая не видно вам совершенно, она хранится где-то далеко. Вы даже не знаете, на каком сервере и в России лить, может быть. Ну, условно так. Если взять, например, пример банкомата. Банкомат тоже есть подобное разделение. То, с чем вы взаимодействуете кнопки, то, что вы видите на экране, вы видите пин-код с количеством денег, которые нужно снять, это фронт-энд-часть. Бэк-энд-часть вы не видите. Там хранятся все транзакции, там хранятся пароли, пин-коды, авторизация, верификация и так далее. Применимо к веб-части, к веб-программированию, фронт-энд невозможен без браузера. Их много. Из тех, которые вам знакомы, это вот этот точно, вот этот наверняка, вот этот может быть, этот тоже может быть. Остальные, ну, честно, я даже сам не знаю, на Яндекс вот эти еще. Остальные я сам сафари. Остальные я сам не знаю, это экзотический разный вариант, но они выполняют одну и ту же функцию. Они позволяют интерпретировать JavaScript, обрабатывать HTML, CSS, верстку и, в общем, презентовать сайт в том виде, который вам привычен, приемлем и знаком. Примерно все сайты будут одинаково выглядеть в них. К сожалению, у них разные реализации, поэтому от этого во фронт-энде существовали очень много баг-багов, потому что каждый браузер по-своему понимает этот код, который вы пишете. И иногда случаются конфузы, которые нужно исправлять для конкретно вот этого браузера, например. JavaScript помимо веба, помимо сайтов, применяется еще в других частях. Конечно же, основная его область – это веб. Embedded scripting – это имеется в виду, например, вам нужен плагин для браузера, который будет убирать рекламу, написать. Вы можете это сделать. Я, собственно, лично писал некий совершенно простой скрипт из 30 строк, который убирал рекламу из ВКонтакта, например. Выкладывал его в Google Chrome Store, его заблокировали, сказали что-то неправильно. Нельзя так делать. Продукция DOP, Photoshop, какой-нибудь Coral. У них есть встроенная возможность использовать JavaScript внутри для того, чтобы придавать некую логику, реализовать то, что необходимо. OpenOffice – это замена Microsoft Office бесплатная. Там тоже это возможно, тоже можно это использовать. Появился Node.js – это серверная часть. Это JavaScript, который работает на сервере, который может обрабатывать данные, хранить, иметь доступ к базам данных, структуры, магия, все такое. И IOT – это умный дом, грубо говоря. Если у вас есть некий датчик, датчик улавливает температуру, температуру передает на некий микроконтроллер, микроконтроллер взаимодействует с другими подобными датчиками, все собирает, отправляет куда-нибудь данные. Там тоже это используется. Можно использовать, по крайней мере. Вопрос целесообразности и лучше ли это писать на Arduino или на JavaScript – это второй вопрос. Но это можно делать, это реализуемо. Все. Пока с техническими деталями все. Если есть какие-то вопросы, то задайте их. На парочку можно ответить. Хорошо. И перейдем к обзору JavaScript и фронтенда с другой стороны. Не технической, а с точки зрения статистик. Если зайти на сайт HeadHunter, то там есть раздел статистик и отчетов. За прошлый год, по статистически, разработчик – это просто про разработчика. Не фронтенд, не бэкенд, просто про разработчика. Среднестатистический разработчик – это женщина 25-35 лет с опытом работы 3-6 лет, которая ищет работу и находит или не находит другой вопрос. Ну и, ну, видно, к сожалению, до 20 очень малый процент. Или там 0, да, вообще никого нет. И после 60, после 60 тоже маленькое количество. С разным образованием приходят. И HeadHunter вот этот собрал статистику и показал. Уйдем в Украину. Это украинский сайт do.ua. К сожалению, в России такой статистик я не нашел. В Украине такую статистику нашел. И здесь абсолютные величины. Например, 600. Для России будет другое число. Но тренд относительный в процентах будет сохраняться примерно. Это вакансии на позицию Java и JavaScript и Frontend. Java – это будет синенький. Вот он. А Frontend – это будет красненький. Просто он больше вакансий на эту специальность статистически. Если брать .NET, тоже как раз синенький будет. То такой же подобный тренд. На JavaScript больше вакансий. Тот же сайт do.ua говорит нам, какой язык программирования для разработки вы используете сейчас. Вырываются вперед два. Это Java и JavaScript. На них в основном статистически сейчас разрабатывают большее количество людей. И потом идут другие – C Sharp, PHP. А вот какой дополнительный язык вы используете в работе, показывает нам некую другую статистику. Здесь явно вперед вырывается JavaScript. Ну, потому что просто недостаточно специалистов некому делегировать конкретно фронтендовскую работу. Приходит javist, приходит .NETчик в проект, который связан с вебом, который связан с сайтами. И им просто некому больше исправлять те скрипты, которые кем-то когда-то написаны. Поэтому ему каким-то образом обязательно нужно вникнуть, понять. Ему это может не нравиться. Все это править, исправлять. Но он взаимодействует с JavaScript. Ему это по работе необходимо. Дальше. Python идет как дополнительный. Это статистика по годам подобная. Какой язык программирования вы используете сейчас для работы, начиная с 2012-го, кончая с 2019-го? За 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, за 8 лет. JavaScript с тех пор ни разу не проседал. Он постоянно набирает свою популярность. И по факту людей, которые программируют на JavaScript-е, становится просто больше с каждым годом. Неизвестно, что будет в статистике за 2019-й или 2020-й, но пока вот тренд сохраняется. Такой же тренд виден для Python, такой же тренд виден для TypeScript. TypeScript связан с JavaScript-ом. Вот он с этим. Он интерпретируем. Это надстройка. И Kotlin виден. Но у Kotlin малая выборка, я бы сказал. Пока не стоит об этом думать. Перейдем на... Это все были do.eu, украинский ресурс. Перейдем на Stack Overflow. Stack Overflow, как я сказал, это один из крупнейших ресурсов, который позволяет общаться с программистом друг с другом в формате вопрос-ответ. Конкретный вопрос, конкретный ответ. Этим сайтом пользуются все практически программисты. Если вы туда окунетесь в IT, в программирование, вы обязательно туда зайдете, на этот сайт. Они раз в год проводят опрос. Крупный, большой опрос, огромный. Где задают множество вопросов, включая, например, какой, на ваш взгляд, самый популярный язык программирования, скриптинга и верстки. JavaScript, конечно же. HTML, SQL и так далее. Уходит вниз. Какой язык программирования вам больше всего нравится, спрашивает. Это Overflow, и люди по всему миру отвечают. Конечно, Rust. Python, TypeScript, это тут почти JavaScript, только с типами типизированный Kotlin. JavaScript. Где-то пониже. Ну, не очень. Я думаю, это те джависты, те дотнетчики, которые попадают на проект, которым нужно с этим сталкиваться. Потому что это другое мышление все-таки. JavaScript, фронт-энд, это молодая область. И если, например, Senior Executive Vice President, ну вот, например, Engineering Manager, у него есть количество опытов 12,8 в среднем по миру. У, например, администратор баз данных 10 лет в среднем опыту. Спускаемся ниже, 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 ниже. Developer Frontend, там написано. У него 7,8 по сравнению, например, с вице-президентом какого-нибудь IT-подразделения. Это достаточно молодая специальность. Она родилась не так давно. Собственно, поэтому и людей не так много умеют. Профессионально, и долго, и большой опыт у них. Это GitHub. GitHub — это крупнейший ресурс, который позволяет хранить данные, хранить какие-то проекты. И разрабатывать вместе эти проекты. Там есть система контроля версий. Git как таковой. В общем, на этом ресурсе спрятано очень много разных IT-проектов. Включая дживоскриптовые и разные другие. Здесь по статистикам активных репозиториев больше всего на дживоскрипте сейчас. Это колонка о том, сколько изменений внесено в проект. Ну и остальные, в общем, не столь важны. В общем, смысл в том, что на дживоскрипте пишут многое и активно. Так, по статистикам есть ли какие-то вопросы? Нет. Так, откроешь, пожалуйста. Я хочу показать несколько примеров того, что можно делать с помощью фронт-энд-приложений, дживоскрипта. Ну, например, это библиотека, созданная Uber для того, чтобы визуализировать данные. Здесь сейчас представлена визуализация движения транспорта в Манхэттене. Можно приблизить мышкой чуть-чуть. И вот справа смотри, trail, ползунок такой синий. Да, убери его. Вот, это все вот дживоскрипт, это все фронт-энд-приложения, которые позволяют вот так красиво и наглядно видеть, что происходит в городе. Статистически, я думаю, в режиме реального времени сложновато это было бы сделать. Хорошо. Давай дальше. Это подарок нам от наших братьев-китайцев. Это приложение, это библиотека eCharts для визуализации данных. И на фронт-энде сейчас можно делать такие красивые земные шарики, анимированные очень просто. Вот с помощью вот... А, нет. С помощью вот стольких строчек кода. 20 сколько там, 6, да? Вот так. Ну и эта библиотека помимо Globus'а может много других графиков показывать. И бар-чарт, и лайн-чарт, и так далее. Так, давай дальше, Максим. Это статистика, чем занимаются американцы в течение дня. Ниже, ниже. Вот она. И здесь сделай, пожалуйста, не слово, а fast. Так будет видней. В общем, в течение дня они чем-то занимаются. Это тоже был некий опрос, сделан людьми. И в результате этого опроса видно, что... Ну, вот они спят, например, в 5 утра. Спят, спят, спят. Время идет, они начинают просыпаться. Идут. Это, скорее всего, работа, да? Нижняя. Это некий отдых, спорт. Кто-то занимается в 7.30. Подобная визуализация тоже достаточно просто делается. Она несложная. И обычно для такого рода приложений, реализации такого, подобного рода штук, используются библиотеки, чтобы было проще, быстрее. В час дня все работают, отдыхают немножко. Travelling имеется в виду, скорее всего, переезд из одного, там, вместо другое. А не путешествие вообще. Вот. Ну, все. Наверное, закрывай. Спасибо. Так. По поводу того, что можно еще делать с помощью джевоскрипта. Вот тот слайд, который... Ди далеко был. Вот этот IOT, например. Умные вещи. Умный дом. У меня в прошлом году был опыт... Я делал с помощью джевоскрипта подобную вещь для умного дома. И хочется показать, что получилось. Открой, пожалуйста, первую ссылку. А теперь что это было? Есть микроконтроллер. Например, вот этот. В микроконтроллере с помощью ноутбука пишется программа, которая туда заливается. К микроконтроллеру подключено несколько датчиков. Датчик первый, второй, третий. Причем эти датчики, они, конечно, за что-то отвечают. Например, вот этот. Это сервопривод. Сервопривод позволяет двигать что-нибудь. Вот это Bluetooth модуль, насколько я помню. Это триггер. Он позволяет включить... Это часть от автомобильного замка. Позволяет включить вот этот автомобильный замок. При нажатии определенной последовательности нажатий программа это улавливает, понимает. И если нажатия были верными, он включает этот вот замок, и замок открывается. Например, будет неправильное нажатие. Программа поймет, что нажатие неправильное, ничего не будет открываться. А вот если вот это все запаковать в одну большую коробку, то открой, пожалуйста, второе видео. То эта коробка будет выглядеть, как, например, черный ящик, стуча по которому, он открывается. И внутрь можно что-нибудь спрятать. Закрывается. Стук открывается. Стук открывается. Нет, выговорится. Вот. Здесь в качестве... Заместо кнопки здесь использован микрофон. Микрофон вплотную прилегает к стенкам, и поэтому он улавливает стук достаточно хорошо. Была проделана работа по поводу, что лучше использовать в качестве вот этого микрофона. Микрофон лучше всего себя показал. Все, закрывай, спасибо. И там исходный код находится. Это можно сделать на JavaScript, но вообще-то лучше делать это на... Не JavaScript, а на Arduino. Все-таки Arduino под это и сделан. Или какой-нибудь C++, если мы вообще совсем молодец. JavaScript я выбрал просто потому, что у меня попался в руки набор, который позволял это делать на JavaScript. В общем-то, в основном это все. Стоит запомнить, что Java и JavaScript разные вещи. Стоит сделать выводы из тех статистик, которые вы видели. В статистиках не указано ничего по поводу компенсации зарплат, поэтому сами изучайте этот вопрос. JavaScript, он очень разный. И он применяется и в веб-приложениях, и в IOT может использоваться, и на сервере и так далее. Поддерживается везде, где есть браузер. А браузер сейчас есть и в телефоне, и в планшете, и в компьютере, и в другом компьютере, во всех компьютерах. Поэтому достаточно универсально получается. И даже если это не станет вашей специальностью, то это точно поможет при трудоустройстве. Понимая вот это вот, что такое HTML, что такое CSS, как оверстать. Чаще всего это пригождается потенциальной работе. Даже если это с IT не сильно будет связано, какие-то маркетинг, не знаю, еще что-нибудь. И если есть вопросы, то задавайте вопросы. Да. Александр, вот за столько лет в сфере, пожалуй, какие технологии ты пользовал и в каких проектах я участвовал? Ага. Вопрос в том, какие я использовал технологии и в каких проектах участвовал. Начну с проекта. Изначально я пришел в DataArt в 2011 году и работал в качестве разработчиков на внутренних проектах. Например, DataArt.ru, где анонс там вывешивается. Например, DataArt.com, который наш сайт для заказчиков. DataArt.uk, который в Британии находится. И вот я взаимодействовал с этими вещами. А сейчас в последний проект я присоединился к команде за границей и помогаю им разрабатывать. До этого у меня был проект на 2 недели, не 2 недели, на 2 месяца. Нам необходимо было показать заказчику, что мы умеем. И мы умеем. Мы сделали это приложение. Они достались довольны. До этого был проект месяцев на 5. Там была команда фронтенда, команда бэкэнда. Во фронтенде было 5 человек. И я лидировал этот процесс весь разработки. От начала до какого-то завершения. Ну и другие были. Можно долго рассказывать. Это достаточно крупные проекты. Есть поменьше, есть побольше. Разные совсем. С точки зрения технологии всегда актуально понимание, как работает JavaScript. Сам его основы, базис. Что такое переменная, как прототипное наследование работает. И что такое замыкание и другие вещи. Как работает браузер очень важно, что вот он существует, вот он управляет запрос HTTP на сервер, он сервер что-то отдает и что происходит потом. Как отрисовка происходит, в какой момент какие события происходят. Все основы, весь базис всегда важен. На основе этого базиса потом изучаются фреймворки. Это набор технологий. В качестве фреймворков я использовал Backbone, Angular 1, Angular 2, React. Это из таких более-менее решающих структурных задач фреймворков и библиотек. Также библиотека с визуализацией данных, которые, помните, где перебегали кружочки из одного в другой. Это библиотека под названием D3JS. Она позволяет вот такие визуализации достаточно просто делать. У нее есть уже готовые решения для подобных штук. Вот. Я надеюсь, ответил. Пожалуйста. Еще? Да. Спасибо. Часто ли я обращаюсь в своей работе в такой Airflow? Ну, раз в день, наверное, точно я обращаюсь. сюда. Второй вопрос. Какой площадке используется на контроле версии? Ага. Да. В качестве контроля версии, какая используется площадка, это на вкус и цвет. Есть гид основной, который чаще всего используется. Есть SVN, есть Mercurial, есть еще какие-то, наверное. в основном используется гид сейчас на данный момент практически везде, мне кажется. GitHub тому подтверждение, все на GitHub пишут и туда складывают. Так что, если вы начнете учить контроль версии с гид, то это будет правильно. Кстати, если на будущее, если уже кто-то с гидом работает, то подумайте о том, как с гидом работать командами, человек пять, например, как они будут с ним взаимодействовать. Есть разные стратегии, как сделать, чтобы не запутаться всеми вместе в течение двух дней. Не запутаться в двух дней, имею в виду. Есть ветка основная, от нее делается ветка develop и оттуда брончи с функциональностью, мерзутся в develop и так далее. И подобные стратегии расписаны. Лучше о них узнать на будущее. По поводу Stack Overflow, вопрос возникает, как лучше, например, реализовать то, что ни разу не сталкивался. А в программировании то, что с чем-то ни разу не сталкивался случается в начале максимальное количество раз, потом реже и реже. Все. Еще? Я пока картинки покажу. JavaScript the good parts. В общем, это язык не идеальный. В нем есть свои плюсы, свои минусы. Например, если в консоли интерпретировать подобные строки, JavaScript не типизированный язык, поэтому там можно делать необычные вещи. скажем так. Можно пустой массив прибавить к пустому массиву и получится пустая строка, например. Можно к пустому массиву прибавить пустой объект, получится массив из одного объекта. Можно наоборот сделать, казалось бы, поменять местами, но нет, получится ноль. А если к пустому объекту добавить пустой объект, то получится не число. И подобные вещи, конечно, сбивают с толку программистов. Это все из-за динамической типизации. Это все потому, что в отличие от Java, в JavaScript есть базовый набор перемен, базовый набор типов. И они друг в друга автоматически конвертируются. И вот это примеры, как это происходит. Это, конечно же, про верстку. И да, он такой. JavaScript – молодой язык, и на нем, наверное, романтично писать новые библиотеки. Я не использую JavaScript в библиотеке старше, чем 6 месяцев. Они слишком мейнстрим. Здесь написано. И это для тех, кто совсем все понимает. Наиболее тяжелые объекты во Вселенной. Солнце, нейтронная звезда и папка NodeModule. Папка NodeModule – это та папка, куда собираются все зависимости в проекте. И он действительно может превращаться в какие-то огромные мегабайты, сотни. И я буду очень рад, если вы напишите хоть что-нибудь по поводу услышанного, задайте, может быть, вопросы. Здесь это ссылка на Google форму, которую можно открыть и написать анонимно, что угодно. Задавайте вопросы, если они есть. Спасибо огромное. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...